Библейский портал экзегет.ру представляет Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем чтение и толкование Священного Писания Ветхого Завета на библейском портале экзегет.ру. И остановились с вами на четвертой главе книги пророка Иеремии. Как вы помните, пророк Иеремию, пророка Иеремию называют плачущим пророком. Подобно тому, как плачет женщина о смерти своей дочери или смерти своего сына. Или женщине, которая рождает и вполне может даже умереть. Она обессилена, пытаясь родить чада. И, соответственно, это плач церкви, ветхозаветной церкви, которая, в общем-то, представляла из себя очень плачевное состояние. Церковь была подвергнута различным языческим вкраплениям, так если можно выразиться. А иногда даже откровенным идолопоклонством. И в третьей главе мы видим, как пророк Иеремия сравнивает церковь, ее называют Иерусалимом. Ее называют церковь, это общество людей или избранных людей. Или называют ее Иерусалимом, называют ее прелюбодийной женщиной. То есть в данном случае Иерусалим, жители Иерусалима, это люди, которые стремятся быть святы. Но они устремляются в ложном направлении, прелюбодействуя с язычеством. И, соответственно, как чудолюбивая мать, пророк плачет о столь великих отступлениях. И, соответственно, уже его обличения начинают превращаться, если так грубо сказать, в обличения. А если по-прямому сказать, то уже настолько яркое достижение такой кульминации, подобно предупреждению о суде над Иерусалимом. «Уничтожение в буквальном смысле города Иерусалима, разрушение его до основания, ибо прелюбодийные грехи переполняли долготерпение Божие». Четвертая глава не является исключением. Если в третьей главе говорится первое слово, потом с шестого стиха уже второе слово «к отпавшей от Бога», то есть церкви, дещери, которая должна быть послушной, а она является незаконопослушной и послушной врагу рода человеческого. И, соответственно, четвертая глава есть более такое второе слово, продолжение этого слова в яркой, еще более яркой форме, еще в более яркой форме пророк Иеремия оплакивает грехопадение своего народа. Итак, первый стих. «Если хочешь обратиться, Израиль, говорит Господь, ко мне обратись, и если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться». В данном случае первый стих показывает внутреннее желание человека покаяться, или иерусалимских жителей, а в том числе и всю церковь, начиная от первосвященника, царя и заканчивая последним человеком. Но настолько грех уже укоренился в естестве, что сам человек не доверяет себе, и в данном случае вот это недоверие пророк Иеремия и пытается восполнить. Он говорит, не отчаивайся отчаянно, не унывай унывающий. Ты, если хочешь обратиться, не переживай, Бог примет тебя, несмотря на то, что много раз ты предавала его. Ты все равно стремись, если у тебя вера, как в Новом Завете мы помним, один из отцов, сын обеснующегося, сказал, Господи, верую, помоги моему неверию. Вот, или апостол Фома, Господь мой Бог воскликнул, вот не увижу пока, не поверю, пока не увижу. Вот своего рода вот это маловерие, в чем и апостол Петр пошел по водам и начал тонуть, вот это маловерие Господь и утверждает. Да, ты пала, да, ты пал, выдала поклонство, но это к мужскому роду, к женскому, но в суть это, в общем-то, церковь. Да, ты пала, церковь, и мужчины, и женщины, и включая дети, и старики. Но надейтесь на милосердие Божие, не думайте, что Бог вот своей праведностью вы только спасаетесь. Вы спасаетесь покаянием и милосердием, поэтому если удалишь мерзости твои от лица моего, то на какой бы глубине падения, как преподобная Мария Египетская, пала на глубину, но она понадеялась на поручительницу Божию, и не будешь скитаться, то есть не будешь бояться греха, ты его обличи, и этим ты покажешь силу над ним. Второй стих. И будешь клясться, жив Господь, то есть ты утвердишься, когда ты покаешься, у тебя появятся силы, и опираясь на милосердие Божие, ты будешь клясться, жив Господь. То есть вот эта радость, что Бог меня простил, меня, Закхея, меня, мытаря, налогосборщика, меня, блудную женщину, в частности, преподобная Мария Египетская, или, мы знаем, блудная женщина, ноги у Господа отирала волосами, а лавастровый сосуд другая принесла, и меня, грешную, кровоточивую, ты готов помиловать. Вот какой смысл. В истине, суде и правде. Вот три слова перечислено. Истина, суд и правда. Истина – это более высокое понятие. Суд – это то, что мы видим в нашем мире. Мы друг с другом судимся. И именно суд этот неземной. А в истине суде внеземном и правде. Правде, которая опирается на заповеди Божии, а не правде, которая есть земная правда, юридическая, уголовный кодекс. Там много правды, но, однако, там нет или часто нет там любви. Именно снисхождение должно быть. И, соответственно, в истине судей правде. И народы им будут благословляться и им хвалиться. Действительно, пришла в мир истина с большой буквы Христос. Был совершен суд распятия, и наступила правда Божия. Правда оправдания человека. По сути, можно сказать, что эти три слова охватывают все мировоззрение православия. Истина как личность, суд человеческий, и, соответственно, правда, мы будем оправданы на страшном суде. То есть три слова, можно сказать, охватывают все мировоззрение. И народы им будут благословляться. Действительно, вот именно судом распятия на Христе и жизнь по правде делает нас благоразумными разбойниками. И мы получаем благословение от суда, который совершился на Голгофе. И мы оправдываемся в силу нашего покаяния. И будут им хвалиться действительно православные церкви, православные люди хвалятся этой правдой со распятия со Христом. Третий стих. Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима. Почему Господь к мужам? А почему для них женщины? К мужам это значит мужественная душа. Это не значит, что с женщин мы умоляем. К мужам это те, кто... Неужели Руфь, она не вошла во святых? Неужели та же женщина, которая город Витилую защитила, Иудивь? Неужели та же... И вот... Женщиной, которая Сара, она не вошла тоже в обители? Или Ева? Все они через покаяние вошли. Поэтому в данном случае мужи Иуды это те, которые... Иуда слово переводится как восхваляющие Господа. Иуда именно тот, из которого будет царь Давид, из которого и будет Христос. Иуда это те, кто имеют правду, правильно славословить Бога, в отличие от Люцифера, который себя стал славословить. То есть мужам, правильно словословящим, если перевести уже на наш язык, мужам православного Иерусалима, города мира, Иерусалим, Иерусалим, да? То есть города мира и, соответственно, православного, православной церкви. Так можно перевести, если применительно к нашим условиям. «Распашите себе новые Нивы». То есть не синагоги, где по субботам нельзя, а новые Нивы. Потому что новое вино Христос пришел. Новая сионская горница. Новый дух святый. Не новый, а обновленный дух, который в нас он теплился. Но он обновился, то есть воскурился, если так более правильно сказать. И духом святым мы создали новое, новая церковь, новое богослужение, или, так сказать, обновленное. Хотя Псалтирь в первые века христианства там 95%. Однако суть обновилась или возродилась, которая была описана у пророков. «Распашите себе новые Нивы, не сейте между терными». То есть не сейте среди людей язычников, изменяйте эти Нивы, перепашите их от языческих терниев, от языческих камней уберите. Сделайте плодородную землю. Помните, семя пало на дорогу, на каменистую, на тернистую, и только плодородная часть перенесла. То есть сделайте плодородную землю. Третий стих. «Ибо так говорит Господь к мужам Иуды Иерусалима, распашите себе новые Нивы и не сейте между терными». То есть нужно обновить землю. Храните, возделывать рай, храните, возделывать наше естество человеческое. Четвертый стих. «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего». В данном случае крайняя плоть – это первородный грех, родовой грех, личный грех. И сердце вашего, то есть сущности вашей, сердце – это сущность, сердце, оно бьется независимо от нас. Дух Святой действует независимо от такого магического нашего призывания и так далее. Он зависит от покаяния, зависит от нашей устремленности сыновней, подобно блудным сыновьям, к Богу, Отцу Небесному. И, соответственно, эту крайнюю плоть блудных своих деяний, этих рожков, этой смоковницы, которой устремился Адам и Ева, этой чечевичной похлебки мы должны отрезать от себя, то есть приспособленчество, паразитарного образа жизни, убрать своего сердца, а научиться стяжать Дух Святой. Мужи Иуды и жители Иерусалима, опять перечисляется, да, мужи Иуды, жители, то есть мужи, которые прославляют правильно Бога, которые живут по принципам горного, горнего Иерусалима, как мы в евхаристическом каноне призываем, горе имеем сердца, это суть православия, участие в богослужении, в причастии тела и крови Господни, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспламенился, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Действительно, когда теплится огонечек, и если мы доступ делаем, то происходит некое быстрое воспламенение, то есть дровишки тлели, тлели, кислород не поступал, вдруг мы чуть приоткрываем, и сразу пламя начинается, возгорается и разгорячается, то есть не надо открывать злобу свою, не надо разгорячать гнев Божий, то есть чтобы благодать Духа Святаго вместо умилостивляющей стала попаляющей. Благодать, она одна и та же, но мы сами ее или стяжаем, или мы сгораем в ней, совершая и паразитируя, мы сгораем в ней, а приобщаясь, мы получаем некую прохладу, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших, то есть когда душа отделится от тела, и если наша душа, она теплилась во страстях, то когда будут открыты эти угли наших страстей, чревоугодие, сластолюбие, серебролюбие, вот эти сласта, сребро, славолюбие, то, соответственно, благодать будет уже опаляющей наши грехи, и воспылает навеки вечная наша душа в аду. Пятый стих. «Объявите в Иудее и разгласите в Иерусалиме, и говорите, и трубите трубою по земле». Трубите трубою. Мы знаем, что это слова внутреннего содержания. «Объявите в Иудее», то есть среди людей, хвалящих правильно Бога. «Разгласите в Иерусалиме», то есть смотрите, и третий, и четвертый стих, все время нам два слова, как бы вращаются вокруг них все. «Иудея, Иерусалим». «Иудеи» как правильное славление, наша правильная вера, и Иерусалим как город нравственности, как город святой, как город правильно устрояющий. То есть вот она вера и совесть людей верующих, объявите людям верующим, иудея, верующим православным, и в Иерусалиме, то есть нравственным. «И говорите, и трубите трубою по земле». Трубите трубою. Это значит не просто физическая труба. «Усне мое, отвезлишь, и уста мое возвестят хвалу твою». То есть усне мои, это физические, и уста мое, сердечное, возвестят хвалу твою. Вот так же и здесь. «Трубите трубою», то есть трубите устами и трубою от всего сердца. То есть радостей, чтобы не было у вас двойного сердца, лицемерия, полуправды. То есть вы прославляете Бога, а в сердце ищите выгоды какой-то от этого, тщеславных помыслов. «Трубите трубою» — это искреннее прославление по земле, то есть в человеческом естестве. «Взывайте громко и говорите, соберитесь, и пойдем в укрепленные города». Мы помним, как Моисей, он молчал. Два миллиона человек, вот, они стояли перед Черным морем. И Моисей молчал, однако Господь ему сказал, что ты вопиешь ко мне. Поэтому в данном случае «взывайте громко» здесь подразумевается, можно и молча кричать. Как это понять? Это значит «от всего сердца вопиять». Вот уста у нас сомкнуты, а вся наша сущность, она обращена к Богу в вопле, в горении, в призыве воли Божьей. «Соберитесь, и пойдем в укрепленные города». А чем города укрепляются? Они укрепляются не только кирпичами, они укрепляются добрыми делами. Они смазываются эти добрые дела смирением, смиренно-мудрием. Именно такой город не будет никогда побежден. Город, в данном случае, это не Каиницкий город, укрепленный гордыней и непослушанием, а укрепленный смирением и верностью Богу. Шестой стих. «Выставьте знамя к Сиону». Сион – это светящийся, это солнечный Сион. Сион – это символ нашей преображенного естества. Именно в этом, на этой вершине, на юго-западе от Иерусалима, находящийся Сион, это был город Давида. Это было место, где была Сионская горница, Тайная вечеря. И в данном случае это больше стих указывает не на гору физического пребывания царя Давида, о чем думают иудаизм или иудеи, глубоко ошибаясь, ожидая внешнего царя, которого помогут назвать Антихристом и называют его. А мы ожидаем вечного царя, который был распят, воскрес, вознесся, и он встречает нас на Страшном суде. А в Сионской горнице была преддверие этой великой тайной вечери, которая будет вечна уже после Страшного суда. Поэтому в данном случае, 6 стих, православные люди понимают не как физический Сион, какой-то временный царь земной, сегодня пожил, завтра нет, 70, а еще в силах 80 лет, а именно вечный царь, к Сиону, то есть к Тайной вечери мы обращаемся. Именно там солнце, солнце правды воссияло во всей полноте. В Вифлееме он только родился, а в Сионе он призывает нас соединиться с ним, «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя». Вот что призыв к чему? К причастию, через тело и кровь Господней. К Сиону бегите! И мы бежим на службу. Мы убегаем от греха, прибегая ко Христу, в церковь православную. Не останавливайтесь, ибо я приведу от севера бедствия и великую гибель. Не останавливайтесь. То есть на нашем пути духовного возрастания, по лестнице добродетелей, мы не должны останавливаться. Любая остановка – это прелесть. Вступает так. «И не останавливайтесь, ибо я приведу от севера бедствия и великую гибель». То есть север в данном случае – это испытание скорбями, страданиями, то есть проверка человека на утверждение в благодати. Ну, а в буквальном смысле действительно пришел Навуходоносор, Вавилон. А в духовном смысле – испытание для каждого из нас с севера. Болезни, скорби, страдания, обиды, потери работы или здоровья – все это есть скорби с севера. Седьмой стих. «Выходит лев из своей чащи, и выступает истребитель народов». Лев в данном случае может ассоциироваться на символическом языке с дьяволом из своей чащи. То есть как дьявол, изобретатель всяких грехов и страстей, из чащи страстей, выступает истребитель народов. То есть тот, который побуждает народы жить по страстям. Ну, это заметно, как в 20-21 веке нас развращают с помощью голливудских фильмов и других тоже реклам. Он выходит из своего места. Своего места здесь в данном случае сказано. Почему своего места? То есть какое место у него? Адское место? Из своего места. А своего – это значит вот это и мое, это я, это гордыня. Из своего места гордыни можно так назвать. «Чтобы землю твою сделать пустыню». Ну, как не дьявол хочет сделать землю пустыню, уничтожить ее. Города твои будут разорены, останутся без жителей. Города, то есть здесь могут подразумеваться и в буквальном смысле. Ну, а в переносном это церкви, будут разорены. То есть если церковь не приносит пользу, не очищает людей от страстей, а наоборот потакает им, то такие церкви будут уничтожены, что и случилось в 1917 году. Православные церкви с хоругвиями были уничтожены, превращены в театры, в амбары для хранения зерна, и театральное выступление, кинотеатры, танцевальные площадки, административные центры, маленькие заводы. То есть это все, если церковь не выполняет свою миссию, как храм в данном случае, то она перестает существовать. Сам народ ее уничтожает. Он выходит из своего места, чтобы землю сделать пустыню, города будут разорены, останутся без жителей. Потому что людей может быть много, а верующих не может и не быть в храме по-настоящему, если люди развращаются и не себя исправляют, а поставив свечку, ждут исправления других и земного обогащения, и заступничества, и рая здесь на земле. Восьмой стих. Посему припаяшь в речищем, плачьте и рыдайте, то есть чтобы не было у вас лицемерия, чтобы церкви не превратились в пустые храмы, где безблагодатные. И мы видим, что и храмы после революции 17-го года захватили новообновленцы, и народ почувствовал, что там благодати нет, и новообновленческий проект был закончен. Поэтому мы и видим, что не увлекайтесь внешней, стремитесь к внутреннему преображению, как учили святые отцы, как учит православная церковь через свои каноны, вселенские соборы, хранить веру православную и нравственность свою. Девятый стих. «И будет в тот день, говорит Господь, замрет сердце у царя и сердце у князей, и ужаснутся священники, и изумятся пророки». То есть, если бы сразу с первого стиха произнесен был девятый стих, то нам не было бы понятно, как это может замереть сердце у царя и сердце у князей. Но если мы внимательно сейчас рассмотрели и третий стих про Иуду и Иерусалима, и четвертый, и пятый, и шестой стих, знамя Сиону, вот это причастие, и седьмой, что страсть, выходит дьявол, чтобы побороть, и восьмой стих, припаяшьте в речищем, плачьте и рыдайте, то есть с покаянием просите, чтобы от вас отошел этот лев, эти страсти, то храм Божий, церковь, вот больше так теперь на храм похоже, но чем отличается церковь от храма? Церковь, она может быть и в поле. Люди собрались, там, где двое-трое, там и я между вами. Особенно если антимин съесть, то и батюшка, совершая литургию в лесу, в концлагере, в тюрьме, это уже церковь, несмотря на то, что это может быть барак или поле. А если люди собрались во имя свое прославлять себя и развращать православие и всякими уклонениями, и долопоклонство, и ожидая от церкви удовлетворения и сделать бюро услуг, то это превращается в храм, а лучше сказать, театр просто. То есть, поэтому Господь и говорит, замрет сердце у царя, то есть, оно перестанет биться в унисон с богослужением, и сердце у князей, то есть, его помощников. То есть, государство перестанет выполнять защитную функцию церкви, государство будет уничтожать православие. И ужаснутся священники, и изумятся пророки. Чего же они ужаснутся? Они ужаснутся и самим себе, потому что сердце их будет уже развращено. И мы видим, что все священники были перебиты. Единственное, только там остались живых несколько, таких знаем мы, как и Иезекииль, вот, они ушли в плен. Ужаснутся священники тому безумию, когда священник совершает богослужение, не веря в воскресение Христова. Так было до 1917 года. Некоторые священники оставались быть священниками, хотя были неверующими. Почему такой был быстрый отход? Потому что церковь, вот, она потеряла ту соль, обуяла, и изумятся пророки. Изумятся пророки. Как это может быть, что государство православное может пасть? Византия пала, мы знаем, 1454 год. Мы знаем, что и произошло падение и монархии в 1918 году, и убиение царя, святого царя Николая II и царственной семьи. И сколько было уничтожено людей? 60 миллионов за первые 7 лет. Поэтому то же самое было, и смотря на нашу историю, мы видим, что ничего нового нет. Что 70 лет плена иудейского народа, они, это и память об этой истории никуда не исчезла. Она повторилась и с нами, она повторилась и с Византией. И сказал я, 10 стих, «О Господи, Боже, неужели Ты обольщал только народ сей? И Иерусалим, говоря, мир будет у Вас, а между тем меч доходит до души». Здесь больше не сомнение пророка Иеремии, потому что это не похоже. А это как бы вопрос на ответ, «А где же Господь?» И как Иеремия вопрос на вопрос отвечает этим людям, «О Господи, Боже, неужели Господь Ты обольщал только народ сей?» Подобно тому, как мама уже исчерпала все возможности, обречая своего сона в неразумии, в его поведении, она обращается к иконам и говорит, «Господи, неужели Ты, Господи, обольщал меня и обольщал моего сына? Мир будет у Вас. Между тем меч доходит до души моего ребенка. Меч доходит до души. Ведь я обращаюсь к Тебе, Господи, вразуми моего сына». То есть это вопрос не сколько к Богу, вернее, как вопрос не сколько к сыну, если вот мама обращается перед иконами, то, соответственно, и пророк, он обращается к Богу не потому, что он не верит и ропщит, а потому, что он этот вопрос задает для того, чтобы вразумился сын. «В то же время сказано будет народу сему Иерусалиму». Немножко еще остановлюсь, чтобы вам было понятно. Вот, например, у нас две доченьки или два сына, или дочь и сын, и мы к одному старшему обращаемся. Неужели, вот я тебе не говорила, что вот так и так и так, неужели ты, мир будет у вас? Между тем меч доходит до души твоей. Мы обличаем старшего, хотя он меньше виновен, и смотрим на младшего. Или наоборот, мы видим, что старший не исправляется, обличаем младшего для того, чтобы показать, чтобы старший принес покаяние. То есть здесь идет такой вопрос воспитательный, а не в том, что пророк Иеремия сомневается. «В то время сказано будет народу сему Иерусалиму, жгучий ветер несется с высот пустынных на путь дочери народа моего, не для веяния и не для очищения. И придет ко мне оттуда ветер сильнее сего, и я произнесу суд над ним». 11-12 стих нам говорится, что жгучий ветер, руах, с еврейского это не обязательно ветер, это дух, то есть несется дух с высоты пустынных. То есть не для того, чтобы вразумлять дух Божий, а для того, чтобы наказывать людей. «И придет ко мне оттуда ветер сильнее сего, произнесу суд над ним». То есть это уже будет ветер не к покаянию, а суд к наказанию. 13 стих. «Вот поднимается он подобно облакам». Это своего рода предупреждение. Вот если ты не покаешься, если ты не исправишься, вот такую, может быть, еще момент, 10 стих, еще более точнее постараюсь объяснить. Вот когда мы обличаем одного человека, который способен перенести, для того, чтобы исправился другой. И мы знаем, что человек, которого сейчас я буду обличать, то он понесет эту немощь, назову его вором, назову его том, и он попросит прощения, хотя он этого не делал. А вот того человека, который сделал воровство или плохое произнес слово, если я начну его обличать, то он возгордится и перестанет меня слушать. И я начинаю обличать человека невиновного. «О, ты почему своровал? Ты почему плохое слово сказал? Прости меня, прости меня». А тот человек, который реально своровал, плохое слово произнес, он сам себе думает, «Ой, зачем? Это ж я своровал. Зачем он его наказывает? Зачем он его говорит, что плохо? Вот, не, я больше этого делать не буду». То есть, своего рода, здесь пророк Иеремия обращается ко Господу, как бы обличая его, «Мир будет у вас, ты говорил нам, между тем меч доходит до души моей». То есть, мы опровергаем Бога, и тогда человек, который, «Как? Это же я виноват! Это не Бог виноват! Бог все давал нам, и мир давал, и все, а я призвал вот этот меч, это я виновен, что в моем доме пришли разбойники, я себя плохо вел, а не ты, Господи, вот так вот попустил, чтобы пришел враг, когда мы хорошие». Нет, из-за меня в доме произошло воровство. То есть, вот какой призыв, то есть, Бог уже себя позволяет, позволяет, вот, недоверие, позволяет себя обличать, вот как Иеремия, насколько уничижение Господа Иисуса Христа называли Вильзевулом, когда он ходил. Его обличали. Для чего? Для того, чтобы другие справились. Некоторые юродивые, раздетые ходили, их обличали, для того, чтобы люди, люди богатые и одетые, увидели, что это не главное. Вот юродивый, он идет почти раздетый, он не нуждается, он в холоде, в голоде, а я хожу в большом полушубке, мне тепло и жарко, а вот все нищие вокруг мне завидуют, отдам я свою шубу. То есть, вот, своего рода, здесь пророки Иеремия так вместе с Господом призывают людей к покаянию. Или Господь побуждает Иеремии обличать через пророка самого себя, чтобы людей побудить к покаянию. 13 стих. Вот поднимается он подобно облакам, колесница его, как вихрь, кони его быстрее орлов, горе нам, ибо мы будем разорены. То есть, пророки Иеремия предупреждают, что если не будет покаяния, то будет очень серьезное наказание, как вихри, будет разрушено все, горе нам, ибо мы будем разорены. 14 стих. «Смой злое сердце твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злочастивые мысли». В данном случае не Иуда употребляется Иерусалим как символ нравственности человека. То есть, спастись можно только через омывание сердца от злых помыслов, злочастивых мыслей. 15 стих. То есть, подобно педагогу, пророку Иеремия, как мать седолюбивая, она обличает людей и призывает их очистить свои сердца и свои умы от мыслей злочастивых. 15 стих. «Ибо уже несется голос от Дана». Голос от Дана – это суд Божий. Его имя переводится «Дан» – суд. «Гибельная весть с горы Ефремовой». Ефрем – это прибавление. Поэтому гибельная весть для тех людей, которые приобретали земного богатства. И будет весь с горы, что эти прибыли вы утратите, если не приобретете любви Божией, то есть благодати. 16 стих. То есть, внешнее богатство не поможет вам. Приобретайте внутреннее богатство чистоты вашего сердца. «Объявите народам известие, известите Иерусалим, что идут из дальней страны осаждающие, и криками своими оглашают города иудеи». То есть, из дальней страны Господь посылает наказателей, но и в данном случае это Навуходоносор, и криками оглашают города иудеи. Это значит, что если вы не будете прославлять Бога, то криками своими они будут оглашать и уничижать вас, иудеев. Если кто прославляет чужого Бога, то он хулит своего. Если он потакает, чтобы другие прославляли, то он соучастник. Поэтому прославляйте вы, истина Бога, тогда не будут и осаждающие криками вас досаждать вам. 17 стих. «Как сторожа полей, они обступают его кругом, ибо он возмутился против меня, говорит Господь». Сторожа полей в данном случае это образ того, как Иерусалим окружили воины, и они обступают его кругом, то есть наблюдают, подобно тому, как в древности, чтобы или вороны, или птицы какие, или воры не обворовывали поля, то ставили сторожей хранить эти поля ночью, потому что днем они боятся это все делать воры, а ночью соответственно нападают и оббирают вот урожай, который целый год готовился к сбору. Поэтому Иерусалим в данном случае люди это урожай, это семена, и их обложили воины Новыхудоносор, сторожа полей, они обступают кругом, ибо он возмутился против меня. Действительно, иудеи уже стали хуже язычников, они возмутились и перестали прославлять Бога, себя не исправляя, ища оправдания в идолопоклонстве, потому что истинное поклонение предполагает себя исправление, а идолопоклонство предполагает других исправления под себя, это проявление уже гордыни, то есть преображение и репаразитирование. И вот этот 17 стих обличает паразитарный образ жизни и говорит, что вы стали как паразиты и вас окружат и соберут ваши семена. И 18 стих пути твои и деяния твои причинили тебе это, то есть никто не виновен, что ты стал паразитом, ты сам выбрал этот путь смерти, от твоего нечестия тебе так горько, не Бог тебе язычество прививал, ты сам выбрал идолопоклонство, ты сам выбрал тех богов, которые тебя оправдывают, не те, которые обличают и твое сердце Бог содержит в чистоте нравственной заповеди 10 вы отвергли, веру отвергли, то есть ни Иерусалим, ни Иудея, то есть православное исповедание вам уже не нужно, поэтому у вас на душе и горько, вы сами горечь создали в своем сердце, не прославляя меня, потому что имя мое сладкое, Иисусе сладчайший, да, мы произносим, ну, тогда Иисус еще не пришел, это будет через полторы тысячи лет, но в данном случае после Моисея, а вот момент Иеремии, это за 600 лет до Рождества Христова, но в то же время мы видим, что имя Божие призывалось, и соответственно, как только оно прекращало призываться, горечь на сердце и дало поклонство наступало, о чем и констатирует 18 стих, то есть не может быть источник одновременно и горьким, и сладким, если ты прославляешь Бога, это сладкий, Иерусалим, это будет источник славы Божьей, а если ты прославляешь идола поклонников и идолов, то это горький источник, и ты будешь сам горечь испытывать, но кто виновен? Виновен сам, виновен сам народ и правители. 19 стих говорит об утробе, утробе, подобно тому, как чадолюбивая мама рождает, у нее болит утроба, вот так же и здесь, утроба моя, утроба моя, то есть в данном случае Иеремия действительно себя употребляет матери или маме, утроба моя, утроба, это слова внутреннего содержания, и соответственно, как женщина рожает, 19 стих об этом как раз и говорит, скорблю в глубине сердца моего, вот у матери утроба сжимается, когда видит она скорбь своего сына или дочери, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать, ибо ты слышишь душа моя, звук трубы, тревогу брани, то есть, чтобы защитить ребенка, женщина автоматически сжимает, прижимает груди, да, а если ребенок в утробе, то прижимает и защищает утробу, сколько примеров, когда мамы падали на ребеночка, когда гранаты там или пули, и своим телом было поражено, а ребенок оставался жив, но это и мужчины тоже делали, но в данном случае пророк Иеремия, он, как чудолюбимая мать, он хочет родить Иерусалима, то есть, жителей, переродить их, и поэтому восклицает, как женщина рождающая, как беременный, вот в данном случае так даже можно сказать. 20 стих, беда за бедою, опять это внутреннее содержание, то есть, беда внешняя или беда внутренняя ведет к беде душевной и телесной, беда за бедою, вся земля опустошается, внезапно разорены шатры мои, мгновенно палатки мои. То есть, это церкви разрушены, разрушены, это уже в новозаветное время мы видим, когда люди отступали от Бога, то, соответственно, церкви рушились, пример этому византийские храмы, пример этому и храмы в Западной Европе, когда христианство, дехристианизация шла, сейчас в храмах уже и бары даже устраивают. И то же самое после 1917 года, мы уже об этом говорили, храмы превратились в амбары, тюремные застенки и так далее. 21 стих. «Долго ли мне видеть знамя, слушать звук трубы?» А что за знамя? Ириний, преподобный Ириний Средонский, святый Иоанн Златоуст, святой праведный Иоанн Кронштадтский, преподобный Ефрем Сирин, они очень, вот эти стихи, 19, 20, 21, Кирилл Александрийский, они приблизительно так говорят, что «знамя не креста». «Долго ли мне видеть знамя не креста?» Вот так можно перевести. Слушать звук трубы, слушать звук проповеди, проповеди евангельской, трубы вот этой евангельской. «Это от того, что народ мой глуп, не знает меня. Неразумные они дети, и нет у них смысла. Они умны назло, но добра делать не умеют». То есть, своего рода, это образ того знамения, которое принес Христос. И, по сути, это слова самого Господа Иисуса Христа через шесть веков. Действительно, «мой народ», то есть, Христос пришел для своего народа. Он сначала пришел, чтобы накормить сыновей, а потом уже крохи собакам, да, как и псы питаются крохами, женщина сказала, и получила исцеление. Вот своего рода, он пришел сначала для иудеев, именно 12 апостолов и 70 ходили по иудейскому народу. А когда Христос воскрес и вознесся, и сошел в Дух Святой, уже пошли во все народы. Но в данном случае это 22 стих о самом Христе, который пришел для народа. Неразумные дети, вот и Иерусалимные, то есть, евреи, которые его распинают вместе с фарисеями, саддукеями, кричат «Кровь у нас, наших детей». Нет у них смысла. То есть, это же обессмыслили истину, они не признавали, не видели, что это и есть личностная истина. Их Бог пришел, а они его распинают. Они умны на зло, действительно, фарисеи и саддуке умны на зло, как они хитро все время пытались его распять, но добра делать не умеют. То есть, все было атрофировано, по сути, как предпотопное время. 23 стих. «Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста». Земля в данном случае может уподобляться народу. Земля пустая, она бессмысла блуждает в этом мире. Небеса, и нет на них света. То есть, казалось бы, небеса – это церковь, Иерусалим, а света-то нет, у фарисеев света нет, у саддукеев нет, у законников нет. Они не заступились за него, наоборот, распяли, побуждали народ кричать его, кровь на нас, на наших детях. 24 стих. «Смотрю на горы, и вот они дрожат». Дрожат, саддукеи дрожали, боялись, казалось бы, безоружного Христа, боялись римского прокуратора, боялись Августа, и чтобы сохранить свои престолы, свои места, и распяли Христа. И все холмы колеблются, то есть, все начальники колеблются, переживают. Никто не заступился за Бога человека, все согласились на распятие. Холмы, Понти, Пилат, можно тоже сказать. 25 стих. «Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись». Птицы небесные, где головы подклонить, и в данном случае апостолы могут уподобляться. «Нет человека», то есть, того, который бы, «ищу человека», говорил один философ, бегая по Афинам. То есть, «нет человека, который бы устоял в истине». Далее, 26 стих. «Смотрю», то есть, смотрите, 23, 24, 25, 26, то есть, четыре раза произносится слово «смотрю». И вот четвертый раз «смотрю, и вот кормил пустыня, и все города его разрушены от лица Господа, от ярости, гнева его». Вот кормил. Пустыня, то есть, кормил в данном случае, это образ Иерусалима, который превратился в кормил. Там все выжжено было в Иерусалиме, уничтожено. Кормил пустыня. Иерусалим стал пустыней. Это 70-й год по Рождестве Христова. Тит, вот, вот, сын императора римского, уничтожил этот город. И все города его разрушены от лица Господа, от ярости, гнева его. Очень похоже, действительно, было уничтожено много городов, там, где жили иерусалимляне. 27 стих. Ибо так сказал Господь, вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю. Да, человеческий род был опустошен, иудейская религия пристала существовать, но совершенного истребления не произошло, в отличие от потопа. Благодатные дары через учеников 12-70 апостолов, а впоследствии и последующие епископы были после апостолов. Это новые города, новые церкви были устроены. 28 стих. «Восплачет осем земля, и небеса поморочится вверху, потому что я сказал, я определил, и не раскаюсь в том и не отступлю от того». Действительно, Господь не раскаялся, Он избирает новый Израиль, Израиль новых людей, которые независимо от нации, социального происхождения, возраста, принимали Христа. Вера, надежду и любовь в матери Софии, Целитель Пантелеймон, Георгий Победоносец, это молодые люди. Пороскева, великомученица, Татьяна, Фатиния, которая беседовала с ним у колодца. И многие ученики Господа совершенно были молодые люди. Новый народ был создан, независимо от того, грек ты, иудей, или грузин, или армя, армянин, или русский, или славянин, или чех, или болгар, все встали во Христе одинаково, потому что мы в первую очередь христиане, а потом уже какие-то национальные особенности, они уже второстепенны. 29 стих. От шума всадников и стрелков разбегутся все города, они уйдут в густые листа, влезут на скалы, все города будут оставлены, и не будет в них ни одного жителя. То есть те города, которые живут без Бога, те церкви, или лукавнующие церкви, они разбредутся, они будут постепенно умирать, потому что где нет Бога, где нет Его поддержки, там нет и устроения. 30 стих. А ты опустошенная, что станешь делать? То есть опустошенный Иерусалим, ты город, ты церковь, тогда ветхозаветная, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами. Действительно, Иерусалимский храм был прекрасен. То же самое было перед пришествием в мир Христа. Ирод устроял целый город красивым таким. Он отстроил стены. То же самое, то есть Соломонов храм даже был отчасти, вот и Иродов храм стал отчасти похож на Соломонов храм. Золотыми нарядами, обрисовываешь глаза своими красками, такое всеведение показываешь, но напрасно украшаешь себя внешне. Презрели тебя любовники, они ищут души твоей. То есть любовники в данном случае это языческие народы, это языческие правители, это есть волхвы. Вот они, любовники, которые совращают. Они не ищут твоего внешнего, а по сути это бесы, любовники. Они паразитируют на твоей душе, хотят забрать. Им не важна твоя красота и твои наряды. Они питаются страстями, любосластными твоими помыслами. Ибо дьяволу не важно, что ты одеваешь. Им важно, что ты через эти губные помады, через кольца, через брошки, через каблучки, через одежду красивую, наряды, ты служишь им, служишь тщеславию. Все это внешнее, это есть закабаление твоей души. Вот о чем говорит 30 стих. 31. Ибо я слышу голос, как бы женщины в родах, стон, как бы рождающий в первый раз, голос дочери Сиона. Она стонет, простирая руки свои. О горе мне! Душа моя изнывает пред убийцами. Действительно, женщина, которая рождает, а перед ней стоит убийца, она хочет родить, а рождает-то для чего? Для смерти. Это ужасно, когда женщина рождает и знает, что сейчас ее умертвят вместе с ребенком. Для кого родить? Может, мне умереть вместе с этим ребенком? А если я рожу, для кого? Чтобы ребенка сделали рабом, чтобы над ним издевались и пытали его, и меня вместе с ним. То есть смысла нет рождать. То есть вот оно, вот мы, благолепие, храм красивый, а мы перед убийцами стоим, убийцами нашей души. Неужели мы для этого живем, чтобы родить сатане? Мы живем для того, чтобы родить Богу, свою душу и наших детей. Вот это страшное состояние безысходности, что люди осуетились. В данном случае, 4 глава, подводим итог, нам показывает, что пророк Иеремия всячески пытается на символическом языке донести людям о потере смысла жизни, о том, что ум их осуетился земным, они стали приземленными, сердце осуетилось или осквернилось плотскими удовольствиями, а воля стала расслабленная, как у женщины, которой ослаблены мышцы, она очень тяжело рождает, и специально даже женщинам укрепляют их мышцы. Это и есть воля. То есть, все ослаблено идолопоклонством, отвергни зло, открой свое сердце к покаянию, и ты родишь Бога-человека, а не родишь для того, чтобы умереть вместе с ребенком. Ты родишь для того, чтобы через ребенка спасти, родишь Бога-человека, чтобы через него спасти, а не родишь ребенка в страстях и удовольствиях, чтобы он был убит и никакого спасения не было. То есть, в данном случае пророк Иеремия переживает о тех родах, которые будут бесполезными. Семя жены сотрет главу змия, и это будет бесполезно, потому что Иерусалим будет уничтожен. Будет и уничтожена та, которая должна родить Бога-человека. Поэтому в данном случае 31 стих – это логический вывод. А как же будет спасение? Ведь если не родится первородный, тот, который, вторая апостась Пресвятой Троицы, или его умертвлят люди, то смысл в этом, если не будет семя жены, не сотрет главу змия. То есть, это общечеловеческая скорбь, которую пророк Иеремия выражает. И каждый человек, в данном случае, кто живет с Богом, тот рождает в себе Христа. Но тот человек, который крестился, он может Христа в себе убить. Семя может быть заглушено его страстями, а в данном случае его неверием и его безнравственностью. Поэтому Господь додарует нам хранить нашу веру православную, хранить наше сердце в нравственной чистоте, чтобы Бога-человек дал нам силы родиться в Нем, а Он, Господь Иисус Христос, родится в нашем сердце для спасения себя и наших ближних. Аминь. Аминь.